Насыщенный день был сегодня в Брюсселе. Там заседала группа в формате Рамштайн, а также встречались министры обороны стран НАТО. Обсуждали, как усилить противовоздушную оборону Украины. Глава оборонного ведомства Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила, для защиты украинского неба ее страна передаст Украине зенитные ракеты стоимостью 15 миллионов евро. Германия пообещала артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня Марс, а министр обороны Канады Аннида Аннанд объявила, что ее страна выделяет Украине военную помощь в размере 47 миллионов долларов. Какие еще заявления звучали сегодня в Брюсселе, смотрите в сюжете. Перед началом встречи в формате Рамштайн и министра обороны стран НАТО, генсек альянса Йенс Толтенберг заявил, после очередной атаки России на мирных жителей и инфраструктуру Украины, главным приоритетом стран НАТО станет усилие противовоздушной обороны Украины. Я приветствую то, что союзники по НАТО предоставляют системы противовоздушной обороны Украине. Это экстремально важно. Я думаю, мы все понимаем, почему это важно для Украины. Ужасные беспорядочные атаки на украинские города, убийства мирных жителей, разрушение важной инфраструктуры и не в последнюю очередь атаки на энергетические системы. Все это демонстрирует срочную важность еще большего количества противовоздушной обороны для Украины. На повестке дня в НАТО также стоит вопрос о том, как восполнить запасы вооружения в странах альянса, поскольку в результате оказания военной помощи Украине они сократились. Несмотря на это, Йенс Толтенберг уверен, что альянс и дальше будет поддерживать Украину. Сигнал от НАТО. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины. Мы готовы к долгому пути и мы будем поддерживать их так долго, как это потребуется. Прибыл в Брюссель на заседание в формате Рамштайн и встречу министров обороны стран НАТО и глава Пентагона Ллойд Остин. Перед встречей в формате Рамштайн министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. На вопрос от журналистов, чего ждет Украина от НАТО, министр обороны ответил так. Доброе утро. Чего вы ожидаете от встречи НАТО? Системы противовоздушной обороны. Открывая заседание в формате Рамштайн министр обороны Шалой Достин заявил, что украинские войска при поддержке западного вооружения изменили динамику войны, а нападение России только усиливает решимость союзников помогать Украине. Весь мир только что снова увидел жестокость войны, которую выбрал Путин, которая базируется на агрессии и ведется с полным нарушением правил. Последние российские обстрелы украинских городов, в результате которых снова убиты и ранены мирные люди, только усилили решительность украинцев и объединили страны. Эта контактная группа также решительна и едина. Мы продолжаем наращивать оборонительную способность Украины сейчас и в длительной перспективе. Министр обороны Германии Кристин Ламбрех сообщила, что ее страна уже отправила в Украину первую установку ПВО АРСТ, и это не последняя поставка систем противовоздушной обороны. Германия отправила систему противовоздушной обороны Украине, и ее прибытие – это очень важная поддержка Украине в ее борьбе с террором и ракетными обстрелами. Это одна система, а в следующем году мы отправим еще три такие же. Это не все новости из Брюсселя сегодня. Европейский совет решил не признавать российские паспорта на оккупированных территориях Украины. В Европе не будут принимать эти документы для получения виз или пересечения границ Шенгенской зоны.